Ребята, здрасте! Всем привет! Мораль этого видео такая. Тут в конце будет небольшой кусочек с тренинга, а сейчас будет история одного из наших последних недавних учеников. Есть некий молодой человек, я про него рассказывал в одном из предыдущих видео своих, где парень увидел девушку в метро с кем-то и спросил, может быть мне тогда исчезнуть? Уйти? Да, может быть мне уйти. И потом он еще вызванивал. И сейчас то, что и должно было произойти, человек пройдя тренинг, эволюционировал и постоянно пишет в чат какие-то интересные, приятные для меня вещи, потому что видно, что он получил то, что он хотел. Я хотел зачитать вам эту историю. Тут есть еще фотографии, но не будем прилагать фотографии, пожалеем вашу детскую психику. Краткий отчет называется. В четверг носился по делам, прошел мимо ее на переходе на зебре, то есть не подошел сразу. Остановился, стал смотреть ей вслед и в задумчивости. Подойти было бы неплохо. В это время у меня в сознании всплыли Володя, она сейчас уйдет и вообще ничего не случится. Пламенный взгляд Юры, мудрый взгляд Тиграна, только не пугай. Короче, рысью за ней, аккуратно в поле зрения вошел. Остановил и понеслась. Реакция отличная. Минут 10 трещали. Телефонный номер взял. В пятницу на следующий день вызван на 7 вечера. В субботу у Большого театра. Минута максимум с минимальными разговорами, чтобы не разболтаться. В скобках моя болезнь. Строго и лаконично по схеме. В субботу вчера около 16.00 прозвон. В силе ли посмотрел основные ошибки на свидании. Понял, что похерил презервативы и купил их. Встреча в 19.00. Сразу обнял и поцеловал в шею. Реакция отличная. То есть человек пишет все как прям по инструкции, по канонам. То есть все, чему мы ему учили, чему мы его наконец-то научили, чему я несказанно рад. То есть все это применяется. А вы слушайте просто и как бы примеряйте на себя, что вы можете делать то же самое. Сразу обнял и поцеловал в шею. То есть я могу комментарий внести. И это делается для того, чтобы сразу внести правильный настрой в голову девушки относительно свидания с тобой. Реакция отличная. Взял за руку и не торопясь в суши бар со разговорами о жизни. Чуток работы. Где я старательно упирал на смешные ситуации и приколы. В суши баре усели ждать, когда диванчик освободился. Я там брал ее за руки в свои и клал их ей на колени. И мне хорошо и типа ей безопасно. Дождались диванчика. Я заказал чай, ей лимонад на двоих десерт. Все около и сумму пишут. Для него принципиально важно, видимо, что сколько это стоит. На тренинге, да. Да, у него была больная тема насчет траты денег на девушек. Вот поэтому он указал. Разговоры активно трогал. Она отвечала, перешел к поцелуям в шею. Сначала нечастым, а потом наращивал. Чередовал кинестетику и просто разговоры. Когда не трогал. Вот это классическая схема. Все тяжелые темы отсылал на потом или говорил, что сейчас у нас все хорошо. Все шло очень хорошо. Мне показалось даже слишком. Распереживался, ломанулся в туалет звонить саппорту. Артем, очень много, прямо куча еще чуть-чуть благодарностей. Тема, у меня свиданка и все слишком хорошо. Скоро целоваться будем. Что делать-то? Получил ответ. Что делать спокойно, как учили. Но не затягивайте. Возможно, домой звать более прямолинейно. Или не слишком замысловато. Но повторить, что в случае, если ее что-то напряжет, я ей сразу такси домой вызову. Это опять же все по схеме. Потому что у девушки, ей хочется, чтобы ее красиво обманули. Скажем так. То есть она хочет быть обманутой. И когда ты говоришь, что я вызову тебе потом такси. Это как бы оставляет ей такой, скажем, пути отхода. Это тоже все очень хорошо работает. Запоминайте, ребятушки. Вернулся к ней. И почему саппорт? И это на самом деле очень классно, что все люди, которые прошли наши мероприятия, они потом пожизненно получают нашу поддержку. То есть человеку нужно было решить какой-то вопрос. Он позвонил одному из наших коллег, тренеров, саппортов и получил какие-то рекомендации. То есть так оно и должно работать. Так работает тусовка, в которую ты попадешь. Собственно говоря, когда придешь к нам на тренинг практика. Ближайший, напоминаю, будет с 10 по 13 июня. И записывайся внизу. Продолжаем. Вернулся к ней минуты 3. Через 3 без особых переходов перешли к поцелуям. Еще минут через 20 я сказал, что я не хочу ее сегодня так отпускать. Есть еще место, где нам обоим будет хорошо. А у меня там еще рыбки в аквариуме и жуки. И что мы допиваем? Доедаем и едем на такси туда. Она поржала над жуками. Мы покормили друг друга десертом и ломанулись ко мне. По пути заехали в магазин за вином для нее и мармелад. Платил я, но я был готов. Вот это опять больная система человека. Хотя я считаю, что это вполне нормально. Нет, там больная. Ты помнишь, почему больная? Потому что его часто использовали женщины в качестве просто человека, который за них расплачивается. Это, да, тема следующего видео. Это как динамчество ему одни попадали. Для него это была такая принципиальная тема. Когда пришли ко мне, показал, где что, если на кухне пить и мармеладки есть. Я ее трогал и целовал вовсю. Потом сказал, что я не из таких вот буйных в сексе, что я больше спокойный. Она ответила, что я не произвел такого впечатления. После этого я взял ее на руки и отнес на кровати. Показал, что бываю и буйной. С утра она приготовила яичницу. Я вызвал такси, с ней доехал до ее дома. По дороге продолжали наше дело. То есть в такси, что ли? Диман, ну ты красавчик, конечно. Договорились. Не, ну я не знаю, это мы еще спросим тебя, что значит. Продолжали наше дело, договорились о скорых встречах. Вообще очень она меня позитивно впечатлила. Еще чуть-чуть и могу того. Пропасть в ее объятиях. Ну и тут смайлики всякие. По скриптам. Разница в возрасте 16 лет. Оказалось нифига не помехой. Очень похоже, что надо оказаться в нужном месте в нужное время и не понимать в плохом смысле слова свою часть работы. А это только работой и количеством решается. То есть дальше ты увидишь еще кусок с тренинга, где мы тоже на эту тему рассуждаем. Но ключевое реально, в чем мораль этого видео, что бывает часто такое, что ты смотришь и думаешь, блин, вот там меня то, меня это. Но когда ты попробуешь или там на свидании попробуешь пригласить девушку к себе домой или еще что-то. Довольно-таки часто может быть такое, что она скажет, да, окей. То есть это даже не будет с каким-то сопротивлением и барьерами. Это просто будет из серии, да. И это очень круто. То есть для этого надо решиться на этом. Потому что если ты не предложишь, я говорится, лучше сделать и кается, чем не сделать и мается. То есть если ты не предложишь, то ты точно 100% не получишь никакого результата. Есть что сказать тебе? Да, здесь очень важный момент. Всего лишь где-то месяц назад, я думаю, этот человек, если в то время сказать, что вот у тебя будет вот такая ситуация, ты будешь в чате вот эти истории какие-то такие рассказывать. Но я думаю, он бы точно не поверил в это и принял бы там этих людей за сумасшедших. Нет, я искренне рад за Димана. Да, Диман, ты на самом деле очень большой молодец. Потому что тот человек, который пришел на тренинг и тот человек, который ушел. Я бы даже сказал, тот зефир, который пришел на тренинг. Да, хотя он в принципе сколько, я не помню, 40-42, да, где-то ему. И то, как он воспринимал, хотя уже вроде возраст такой, чтобы вроде как бы нужно уже все-таки эту жизнь по-другому немножко видеть. Но теперь сложилось как сложилось. И с женщинами у него все было туго, и если вы помните из предыдущих там видео с ним, где он там все ходил, маялся там чуть ли не месяц или несколько месяцев, не знал, что с этой женщиной делать. Вот это все каши в голове. Да, это женщина, которая вызванивалась тогда. Да, да, потом вызванивали, в этом вызван, видели, да, там это было вот на тренинге там в прямом эфире все. То есть очень приятно, что насколько человек для себя мир этот увидел совсем по-другому. Ну, хотя бы мир с женщинами. Я думаю, это сейчас прошло, а тренинг там пока немного времени. В дальнейшем это не только с женщинами будет связано, это вообще в жизни ощущения. Там, где мы часто сомневаемся, у нас на это нет абсолютно никаких причин, нет никаких фактов. И оснований. И причем, если бы это было, как обычно это работает, связано с предыдущим опытом, да, потому что мозг начинает в твоем собственном предыдущем опыте искать подтверждение вот, ну, потенциально негативной какой-то, скажем, негативного финала какой-то ситуации. Но зачастую его и не было. То есть если ты раньше не пытался, не знакомился там, не пытался вести себя более активно, с чего вообще тогда ты решил, что у тебя что-то может не получиться. Поэтому надо быть более решительным и, собственно, об этом этот видос. И самое главное в конце, не сомневайтесь. Сомнения, они еще больше оттягивают момент, чтобы какие-то действия предпринять. Все, ребята, смотрите дальше. Чего вам хорошего? Давайте попробуем разобрать момент. Это, кстати, не только твоя история, я уверен, большинство из вас, как бы, вы, вам тяжело произнести вот само вот это предложение, как бы, а поехали ко мне или там, ну, вот, перевестите вместо секса. Что бы было, если бы ты произнес плохого, самый наихудший вариант, что бы произошло, ты говоришь? Конечно, ничего бы не было. В ее случае бы точно ничего не было, она позитивно реагировала. То есть ты бы ничего не потерял? То есть, но если бы ты спросил, и она вдруг появляет, согласилась, как узнать, хороший будет результат или нет? То есть надо как минимум для начала попробовать. Это как бы ваши страхи, то, что вы боитесь, ну, что вам там откажут, тем более там, в чем-то самом важном, как для вас кажется, что это вот секс, и откажут. И потом уже точно, как бы, ну, не будет уже второго шанса. А представишь, если бы она бы сказала, ну, поехали? К вашему удивлению, я могу сказать, что, если вы, допустим, ну, женщина хотела с тобой секса в этот вечер, и ты ее не взял, как раз-таки, она тебе после этого второго шанса и не даст. Чаще всего, да. Вот на самом деле, как дела стоят. Ну, еле не знать. О, блядь, у нас на таков клуб собрался. Не, ну, такое, понимаешь, что-то вот там Юра говорил, что, скажет, что я не хотел, или что-то еще. Вы когда так себя наебываете, себя здесь ключевое слово, потому что, ну, мы уже настолько часто это слышим, что мы привыкли. Ты, как бы, сам себе вопрос задавай, и желательно в моменте, чтобы потом это было не постфактум, как анализ, а вышел в толчок, там, ну, сейчас я приду, и такой, типа, вот, логику включил, либо даже, там, позвонил нам. Типа, я сам себе сейчас говорю, что я, в принципе, не за этим, то есть, а если бы она сказала, слушай, а поехали к тебе, я бы ей что сказал, типа, ты знаешь, нет, я не за этим. Ну, то есть, по-любому бы ты сказал да, и это хорошо работает, понимаешь, как бы здесь вот этот самообман, он заставляет людей жить теми жизнями, которыми они не хотят жить. Они им не нравятся, эти жизни, я сейчас не говорю только про женщину, ну, не знаю, кто-то в нищете живет, кто-то, блядь, в каком-то маленьком городе, который его заебал, там, кто-то еще что-то, кто-то с какой-то женщиной, которая уже вот тут, и вот, и, понимаешь, но вот эта боязнь, что я сейчас сделаю, и вдруг не получится, она сильнее, чем, блядь, осознание того, что вот здесь происходит хуйня катастрофическая, что здесь мне плохо, я не хочу так жить, это не то, что я выберу, понимаешь. И, получается, тут надо тогда это осознать и подумать, бля, мне не надоело уже, блядь, это делать, что будет, я знаю, как это больно и неприятно, она такая скажет, нет, там, я не поеду, ты что, ты заговоришь, ну, блядь, я это слышал очень много раз, как бы, вот, я живой здесь, перед тобой, ну, сижу, ничего не случится. Я даже больше скажу, у меня, как бы, когда я учился, был такой момент, я вообще был крайне напряжен до того момента, когда я у нас с девушкой стягивал белье и понимал, что, окей, вот, только в этот момент я такой, прям, знаешь, блядь, а за этого до последнего думаю, сука, а мы дома, все вроде было сейчас логично, да, что все уже там, и переместились, и дома, и ты боишься обнома каждую секунду, что вот, ну, блядь, начну сейчас с нее снимать трусы, и, сука, нет, блядь, и ты настолько не хочешь, и чем больше ближе к сексу, тем ты сильнее не хочешь обломаться. Да, да, да. И ты уже, да, сука, да! То есть там реально такой спектр эмоций, что ты думаешь, блядь, как будто ты бетер. Красный и синий, красный и синий. И там самый эпический момент, когда ты лежишь, вот там еще идет битва за трусы, когда она немножко вот так вот оттопыривает жопу, и, блядь, все. Она как давай снимать. Да, это уже для меня дело сделано, когда ты еще пытаешься стянуть, какое-то первовременно не дает, а потом, когда она приподнимает, чтобы тебе было удобно снимать все. Ты сам научил, что ты должен это понимать, чтобы тебе было готово. Не то, что мы через час прошли, вы понимаете, что червячек, но, опять же, без попытки хоть какой-то провод надрезать, ну, не получится ничего. Она все равно взорвется, понимаешь, что тут есть шанс. Как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok